Welcome, 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 дорогие друзья, у нас с вами Twitch Rivals, чемпионат между СНГ командами и другими командами с европейского турнира. Twitch Rivals турнир открытый для стримеров, вот, правда, на него приглашение не кидает стримерам всем, кидает только некоторым. Но в итоге у нас капитан команды надрафтила нам команду по Лиге Легенд из Stimulus Anatopia, Лярма в лесу, Ханнингер, прошу прощения, Ханнингер – это бывший прогеймер, я перепутал его с другим совершенно человеком, не тот не к нами посмотрел, и поэтому запутался, когда давал оценку. Ханнингер – это бывший прогеймер, поэтому он тоже высокого уровня. How to play AD и Demil. То есть, получается, у нас два чалика есть в команде, я так понимаю, чаликами здесь считаются Stimulus и Ханнингер, остальные ребята не чалики, но Demil типа мастер, Элла чуть выше. Зацени генерала на стриме. Ну что там, опять женщину оделся. Это смешно, что ли, весело? Давайте посмотрим. А, сегодня он не женщина. Я уж подумал, он сегодня женщина. Нет-нет, все гораздо интереснее. Ну, мне не особо там интересно, это просто посмотрел, как он выглядит. Говорят, даже Demil выше Элла, чем Stimulus. Ну, может быть, может быть, не суть важна. В итоге, наша команда сейчас играет, я чисто не знаю, против кого. Можем пролистать, посмотреть. Панишер, Регоштерн, Антилипси, Винксен и Морче. Без понятия, кто все эти люди. Кроме Панишера, я, по-моему, никого здесь не знаю. Я бы не хотел бы... Рунтера будет? Нет, Рунтера не будет. Здесь у нас турнир состоит из трех дисциплин. Лига Легенд, Валорант и ТФТ, Teamfight Tactics. Teamfight Tactics сейчас матчи идут. Параллельно Валоранте тоже. Мы их часть посмотрели, как наши ребята там. Пока не очень удачно играют. Давайте посмотрим, что наши драфтят. Забрали мы Эза плюс Валибиро с Леоной. Ну, пока фронтлейн с дальнобойным АДшником имеется. А здесь гиперлейтгейм через Кассиопею добирается, чтобы фронтлейн аж разрывать в пух и прах. Усиление для Ксенджао. Сейчас Ксен играется в лесу частенько, но без усиления он туда не ходит. И, возможно, эта Карма будет вообще на топе, а не на роли саппорта. Ну, и явно она будет не на мидлайне, так как уже есть Кассиопея. Карма не играется с Когом. Кто эту чушь сказал только что? Извините, у меня просто... У меня меня аж передернуло только что, когда я услышал, что Кагбава играет с Кармой. Карма играет с Варусом, с Эзом. Карма играет, конечно же, с какой-нибудь Мисфортуной. Но все это уже побанено. Так что тратить бан на это не надо. Ну, не говоря о том, что эта Карма, скорее всего, на топе, усиливающая Ксенджао. Дефолтная такая схема нынешняя в мете. Ну что, хоть где-то выиграем? Ну, где-то, может быть, и выиграем. Пока только проигрывали. Минус Виктор, минус Синдра. По Ханнингеру поработали. Неприятных чемпионов для Кассиопеи убрали. Остались еще парочку неприятных. Играет ли их наш мидлейнер. Из простэновых чемпионов чаще всего используют против Кассиопеи Азира и Райза. Но можно играть и через среднюю стадию игры чемпионов. Минус Фиору делаем мы. Странно, немножко бан Фиоры. Опять же, я по-прежнему считаю, что это Карма на топе, а не Карма на роли саппорта. А, я могу с это еще взять. Я могу с это еще взять, Камилла, точно. Она потом меня перескеливает, но на линии прио будет постоянно. Плам продумывают. Это, возможно, Карма Джинкс. Вот эта линия еще может тоже стояться. Как раз одно из того, что я не договорил. У нас просто тогда мы фулладе. Мы тогда фулладе. У нас Джин-типкомфорт прям? Ну окей, давай тогда. Ну окей, давай тогда, окей, давай тогда Джин. У меня есть варианты опции сет Камилла Блайнд. А мы Эзонамид отправили? Это что за... Это кто такое нам придумал? Похуй на это самое. Давайте Камиллу Блайнд. Если у нас опы урона не хватает, а Ларма не хочет пойти с Джонью вторым. У нас нормально все будет. Я могу попробовать. У них пока что ноль танков, по-из-вей. Ксинзао, типа, может там пойдет. Но они даже танк не убирают. Им нужен фронтлайн. Им фронтлайн нет. А зачем им фронтлайн? Мне просто интересно, а зачем оппонентам фронтлайн, когда у них есть два дисенгейджера жестких? И мы не идем в них. Ну, пока драфт в стиле «мы не собираемся выигрывать эту игру». И ни при каких обстоятельствах. Ну, Вуконга я бы тоже, кстати, не брал на месте оппонентов. Это в итоге карма с Джинкс на ботлайне. Вуконг на топе против Камиллы. Они собираются просто киллы делать на нашей Камилле, чтобы она не наглела играла с телепортом Игнайтом, а играла именно телепорт Флэш. Если мы будем играть телепорт Игнайт, скорее всего, нас убьют раз шесть на топе. Ну, видимо, мы идем на шесть смертей на топе. На стратегию такую. И... У них гиперлейтгейм. Выход в него. Нам не нужны... Ну, нам, в смысле, им. Я уже просто за них начал комментировать все это. Я вообще не вижу, как выигрывать нашей команде, именно СНГ команде. У нас два дэшника, мидлейнер и декерри с ботлейна. Просто в бот пойти, втат всех убить. Тимфайты у нас очень слабые. Паук у нас тоже слабый. То, что есть инициация, да, она имеется, но это все полная дурость. Мы, надеюсь, хотя бы на мейн чемпионах играем, потому что Ханнингер был адекерри на просцене. Хорошо, хорошо, неплохо. Настрой хороший. Ну, ясно. Ну, настрой, видимо, такой же, как у команды по Валоранту. Ты не с ними, че ты не с ними. Сыгнаетом. Можно еще мид убивать, челик, сыгнаетом. Так, у него здесь этот... Давайте на Демилу зайдем. Что у него тут? Но вы 2 на 2 сильнее к СПЕ. В идеале я просто искирюсь, как бы лутаю свой первый слот и все, и челю. После 6-го на ромах я изи могу уцепить к СПЕ. Это главное. Давай, на турнирный сижу. 2 на 2 вы проигрываете, потому что к СПЕ ДПСит очень хорошо с Ешкой. В зря ли так не сможешь вначале делать. Вентилятор шумит. Блин, у нас бот вообще красивый. Смотрите, какие скинчики там приятные. Но. Ну, типа. Ну, типа. Ну, типа. Я хочу узнать, против кого мы играем. Надо прорыскать команды эти. Так, это не тем. Вот, против кого мы играем. Не нормально. Нечем. Я тогда пошел и важно оставить. А, окей. Да, там аккуратно просто... Прям тогда стандартно. Да, СПЕ нормально. Я успею, я быстрее ставлю чему. Они не поедине нечем особо. Давайте послушаем команду оппонентов. Чем они обсуждают. Настройки тут достраивают пока игроки. КСЕПЕю я включил. И паузу они нажали. Потому что настройки, да, хочет доделать. И так, раунд на пистолетиках. Нет, здесь нет раунда на пистолетиках. Здесь все сразу. Стратегия из Валоранта братья мейнов на третьей игре. Нет, я даже не думаю, что мейнов взяли, потому что такое. Единственное, в ком я не сомневаюсь в этой команде, это Демил. Почему-то я с тобой согласен. Окей, соврали. Сказали, что лака, на самом деле никаких лагов не было. Грузится. Так, знаете, что я хотел? Я хотел поставить не Тимлас, а Алярма. Хотел поставить. Хотел посмотреть от нашего мега лесника, как он будет лесничать. Где звук? Скорее всего нет. Да, да, да. Вот если только так. Потому что я двух корабесов потеряю, если так пойдет. У нас Леона с достанами покармливаем. Если просто покармливаем, зелендитеешку. Ну шо ж, Медвежонка играет он. Уже играет неправильно, потому что он смайт на Д поставил. А флеш на Ф. Они варну ставили, кстати, сюда. И в итоге вардецкий ставит, заменяет его на просветку. Обычно это делается для того, чтобы потом делать инвейдики. Бля, ну вообще-то вы смотрите прям охуительно. Я вот это просто ебануто. Мы ждем, мы фейхим, не показываем. Все фейхи, да, все фейхи. Но мне не получится фейхать. Ну в принципе ты можешь по-быстренькому так туту. У меня в чате спамят этих дурков. Но это походу обезьян слушает сейчас. Скин не тот еще взял. И скин тоже взял не тот. А не, не, это не сразу надо будет сказать. Су-су-су-су-су. Интересно, Ксин может? Какой-то вот лад-топ мид делать, да. Го, го, го. Пошли. Аларма ведь был топпер-мейнер, манили с ником, или я не прав? Да, и, наверное, не знаю. Без понятия. Поглядываем за мини-карты, глядим за тем, что тут происходит. Это, конечно, любопытно. Они ради волейбира отдали приоритет, чтобы волейбир... Добить надо. Чтобы волейбир мог к ним выйти на ганг. Он там вард был поставлен. Инфу, кстати, по варду никто не дал. Там карма стояла варда. Эз уже остался без хп. Разменялся с КСП. И наш лесник... Крайне важно ему смотреть, видимо, то, как фармятся его крипы. Поэтому мы никакой инфы, ребят, с вами не имеем. Ну, это я просто обращаю ваше внимание. То есть, например... Ну, ты даже не смотришь на ботлайн, как ты собираешься его гангать, когда ты даже не следишь за ним. Ладно. А там еще вард стоит, которого тебе инфу не дали, видимо. Он никуда не делся. Он пропадет через... А, ну все, все. Если сейчас еще один будет кем забирать, тогда, конечно, пропадет уже. Но пока выглядит как полная доминация на всех трех линиях. И... Наш Волибир пока ничего не смог сделать. И Краба этого он тоже нижнего не сможет сделать, потому что нет прио у него ни на боте, ни на мидлейне. Ну, посмотрим. Второй вард они решили ставить, потому что первый... Я Леону ищу. Я Леону ищу. За Леона врывчик делает демил, продамаживает и решает отфлэшиться карма. Можем потом повторить. Мидлейн, аларма. Аларма. Я еду, я еду. Я еду, я еду. Ну, такое. Я еду, я еду. О, Лисе, Ксин, 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 Ксин. Я не могу подъединить. Не-не-не, я просто предупреждаю. Но Ксин Краба забрал. Я смещусь тоже на мид. Давай. На второго. Можете мид просто пытаться. Я остался на бойца. Там карма смещается с ботлейна. Касси утроллит, мне кажется. Если ловить, то Касси пьет. Почему? Она байтит. Если ты порвешь, то там Ксин Джао будет. Ну, выглядит как какой-то пасос пока что ей. Я реально... Проблема не в том, что сейчас происходит. Это минус. Минус у нас медлайнер. Да? Он выжимает? Нет, не выживает. Ферстблат уходит за Кассиопеей. Легчайший Келец. Может быть, даже успеем посмотреть. А там еще и на топе, так как нет флэша. Убивают мистера нашего. Да. Но тут, в общем... В общем, походу, лучше смотреть от команды оппонентов в этот матч. Они будут интереснее делать действия. Да! Выглядит крайне удручающе пока это все. Мы все это ожидали прекрасно. Потому что очень слабых игроков на драфте нам капитан. Очень слабых. То есть, когда я говорю очень слабых, это реально очень слабые. То есть, полное недопонимание того, что нужно делать и где нужно вообще находиться. И зачем вообще эти люди были задрафчены как представители СНГ. СНГ никто не знает. Кроме самого капитана. Ну ладно. Тут дракон 8. Я попытаюсь выйти в мид. Можем его убить. Она внизу. Да, да, да. Нужно бэкаться. У нас больше ничего не будет. Дракон ап. Да ты что? Извините просто. Дракон на пятой минуте всегда спаунится. Это не рандом никакой. Это звучит так дракон ап. Через мид. Сюда отходит вард. Ну, драфт отвратительный у нас. Отыгрыш пока тоже отвратительный. Ксиопея ставит вард. Мы с просветкой бегом. Она сейчас просто дождется, когда он закончится просветкой и влепит вард через стеночку, скорее всего. Я не дала поставить вард здесь. Окей. Так она сейчас поставит что-то. Ну, я... А, не. Она, кстати, решила не ставить. Я попробую Ксиопею сейчас сыграть какую-нибудь. Может, у меня пачка надо обязательно плохо. Она вижн поставила себе. Гена лучше на драфтил команду. Гена всегда драфтил хорошую команду. А у Гены проблема была только в том, что нужно было иногда брать не чаликов, когда, вот помните, там правила поменялись. Но... И еще одна проблема, ну, это будет некрасиво сейчас сказано. Он брал определенного человека, потому что есть определенные отношения семейные. Узы, так сказать. А по факту Гена лучший результат команда СНГ показала, когда он играл на топе. Когда не нужно было по семейным узам ходить, ребят, тогда все стало хорошо у команды. А так просто получалось два слабых звена сразу в коллективе. Ооо, там Паннишер сейчас убьет Валибира. Нет, не убивает, красиво. Все же килл сделали. Флэштан прописал алярмы. Не додумался Панниша, что мы сможем так организовать. Килл отыграли один, но это только один. Крабы забираем, но отдаем при этом дракона. Ген, еще проблема в том, что нужно брать Гену. Кстати, по правилам не обязательно. Можно и не брать было Гену. Я ступаю больше на топе, пачка не потеряю. Окей. В моем случае мы нормально скейлим, у нас потом все хорошо будет по игре. Кто это только что сказал? У нас Джина все файны, не теряли вообще фризер. Кто это говорит? Я хочу знать, чье мнение меня больше не будет интересовать никогда в жизни. У меня на кассе есть ультиш. Оказывается, их чемпионы отлично скейлятся. По-моему, кроме Камила, если честно, никто здесь не скейлятся. Вообще, даже близко. Волибир скейлятся отлично. Это смешно, конечно. Волибир такой страшный, просто нет слов. Из реаль только под определенные драфты подходит. У команды оппонентов есть только одна проблема. Это слабая инициация. Но зачем им инициировать, когда они могут просто играть на скейлинг со своей кассиопией? Карма на боте. Эз? Ну, Эз сейчас, я же говорю, он неплох как чемпион. Он действительно в лейтгейме стал сильнее, чем был ранее, с новым билдом. Но есть у Эза все те же проблемы, как и были раньше. Нужен специальный драфт под Эза. Чтобы у Эза была возможность нормально поукать и так далее. Если у меня есть возможность поддержать чуть-чуть прию вот этой пачкой медленно, я начну забирать уже сейчас. Мы хотим попушить, Дима, или осторожно пока стоим? У вас там челюсть. Просвет, меня просвет. Ксин на топе. Ксин на топе. Ксин на топе. Окей, окей. Ксин дерется против нас. Та ошибка, кстати, была Ксин Джао. Можно было, наверное, даже как-то попытаться его подзакрыть. Но Камила в этот момент отошла и решила не перекрывать Вуконга. Вряд ли за Геральтку сейчас будет битва. Это скорее просто было выбивание вардов. Нет, тут вижу. Оп, Ксин здесь, Ксин здесь, вижу. А вот это уже плохо, потому что Ксин сейчас убивает нас легко и непринужденно. Он отступает из-за Эза. Ульта. Ксин выдает ульту свою, чтобы заблокировать. Размен килл-килл не получается, потому что Ксина пассивка на ульте великолепно все блокирует. КСП все еще пустой чемпион. Сами понимаете, прекрасно она в этой стадии игры. А, там Ву идет, сразу отфлаживается Демил, и там Ханнингенра могут еще закрыть. Не, не, они уходят. 1-4. Крайне неприятный старт. Краба забирает соперники и могут даже о Геральтке задуматься. Но Тимлас не дает покоя. Не забрал. И сейчас будет подкидывание. А там Вуконг потом даст подкидывание. Три подкидывания подряд сейчас могут зайти по Тимласу. Да, так оно и есть. И он просто погибает. В этот момент решил Эз все еще повоевать, но ничего не дается. 1-6. Идем Next играть игру, ребят. Но все еще файн. Возможно, ребят, тренер команды говорил, ни в коем случае не негативить. Тогда я ставлю лайк за это. За то, что кто-то там это говорит, что все еще файн, мы классно скейлимся. Я тоже тем же самым занимался, когда мы тут флекс играли. И играли в один вечер, помните? Я постоянно там видел, что у нас негативить немножко уже адекерия. Чувствуется, что начинает теряться у него мотивация. Я начинал всякую чушь нести. Типа, все нормально будет. Это был размен. Это все хорошо. Это сервер слабый. Всех победим. Если для этого кидается эта инфа, то да. Ну а если это реально человек так мыслит, то это, конечно, печально. Что он думает, что у них драфт хороший, что у них лейтгейм хороший. Я получу. 6 последующий. Мы можем ее на ротации поймать здесь, если она выйдет сюда? Нет, она оттуда не выйдет. Это раз. Я лейнгак, ганг попробую. Лучше на немку пойти из Валоранта смотреть, да. Ну а так Камиле, видите, аукнулась то, что она играет через Игнайт уже два раза. Болибир заходит сюда. Здесь будет попытка сейчас Тавардаева или что-то в этом роде. Ну давай, давай. Урывчик, стан, стан. Карму убили. Красиво, неплохо. С линии ганг сработал. Дракон там через 40 секунд появится. Но в этот момент, возможно, на топе что-то плохое произойдет. Потому что Ксинжао должен быть, соответственно, на другой конце карты. Если мы на этой стороне были. Но мы без ТП будем, Камилы. В какой стране они играют? Ой, без понятия, ребят. Что это за страна? Сейчас посмотрим по игрокам. Где это у меня новость? Гений. Пойди, гений. Слыша. Видимо, расписание идентичное, что в Валоранте. То есть это чехи против нас играют. У них только Панишера, я знаю, как стримера. Парень вроде Мастер Элла играет мидлейнеров. В Кассиопея, не знаю, мейн его или не мейн. Там надо смотреть. Это все. Минус вышку нам на мидлейне делать. За то, что мы делали тавердайв на ботлайне, была забрана Геральтка. И пропуш жесткий по мидлейну. Минус это. И сейчас на Дрейка пойдет команда. Можешь к нам пешком идти? Да, иди просто к нам пешком. Аааа. Можем Кассию, Кассию поймать на переходе сейчас. В каком переходе? Что? Видимо, это уже эти... Я иду. Долго, но они начали. Уже паника. Не знаю, что делать Кассиопея. Да, ну просто потерянная команда. Ну, возможно, да. Сейчас как в Валоранте, ребят, будет потом обсуждение. Те, кто пропустили запись первые. Валорант мы смотрели. Там подземный переход. Да, я тоже про это хотел пошутить. Что уже эти бомжарские замашки в подземном переходе. Кого-то перехватить там. Так вот, в Валоранте, вместо того, чтобы обсуждать, как играть будет вторую партию против немцев, наша команда по Валоранту долго и упорно обсуждала, что они перенервничали, возможно. Что просто надо поспокойнее играть. Потом какой-то файт. Сейчас не искать ничего. Но этого оказалось недостаточно, как ни странно, потому что немцы их тоже победили. Блин, я вам спойлернул результат Валоранта. Надеюсь, в Лиге Легенд как-то по-другому будет, хотя маловероятно. Все команды используют спокойно своих стримеров топовых на максимум. То есть чехи, я думаю, поставили топовых стримеров. В следующей партии будет соло-игра NoWay4U, если будет немцы против нас. Смит. Этим никто не сказал, чтобы они не нервничали. Вот и проиграл. Да, ну... Конг просто посмотрел. Я в топ тоже нечаясь. Ну, на данный момент, по ощущениям, сейчас таб вот, когда он там нажмет, надо увидеть, что там по фарму, по табу. По ощущениям, наша команда отстает порядка четырех тысяч уже. Это довольно много. И при этом по дрейкам еще. И у нас через диван играет воли-бир. В драфте, где у нас и так три дамажащих чемпиона. Как сказал бы Мэтьюс, это просто фулл троллинг-билд. Я просто смотрел, когда чемпионат Америки, Мэтьюс любил комментировать, особенно воли-биров, когда они там диван плюс Жоню собирали. Он говорит, что это за троллинг-билды идут. Где официальная трансляция? А наших, наверное, на ней не показывают. А официально на английском языке есть же только? Пока сегодня. Окей. Мне 100 голды дают ему. Варф стоит. Я сбил. Потому что воли-бир с этим билдом ничем не отличается по урону от билда фулл танка. Но с фулл танком он реально фулл танк. И его задача одна простая, это сделать врыв. У него все равно будет только два предмета. Ксин Джао убивает Эза там. Так, ладно, рамит подковерить, ребят. Да. Убери Хинс, все. Ксин, нет флеш. Не на ульт. Там Кассио, там Кассио. Мы его долго бомбить. 2-8. Стал счет. Фарм на мидлейне теряется. Надо, чтобы кто-нибудь его забрал. Тележка нужна? У меня будет ТП на то, если не у тебя. У тебя нет? Да, она в топе, она в топе. Я тоже не нажимала, нет? Нет, она ничего не нажимала. Мы хотим по ней разыграть. И там Кассио идет. Наши идут закрывать ее. Начал воевать уже Тимлас. Но его убьет до того, как мы туда подойдем. Прилетает туда АС на телепорте. Начинается обстрел. Надо шишку выбить. По шишке ударить. И не успеваем. Там прописываем парочку автоатак. Но это был байт всего лишь. Потому что карма на той стороне тоже оказалась. Цепляет нас. Кассик Синжао цепляется дальше. А выживает Алиарма тут чудом каким-то. Лучше бы медведи взяли в лес. Так медведи играют в лесу. То, что не видишь? Какой невнимательный зритель у нас оказывается. Меч. Что? Подожди, подожди. У Валибира больше нет предметов на меч. Ты что-то путаешь. У тебя фактически больше нет ни одного предмета, который дает меч. Ооо. Ну там будет все же ульта, да? Джинкс, но у Флэш. Ну кто не понял, я... Стирак? Стирак на Валибира? Хорошо. Хорошо. Да. Я понял. Я вас понял. Знаменитый Стирак на Валибира. Не, ну я такие билды видел. Иногда какие-нибудь прогеймеры там с дубу рухнутые тоже что-нибудь похожее могут сделать. Отлично. Они не драконы будут ротироваться. Как тебе драфт от наших? Ну это тот момент, когда если они за это заплатили, то я бы требовал не только возврат, а требовал, чтобы он еще нам платил за то, что мы троллим. А если это мы сами задрафтили, то лучше бы мы тогда заплатили за то, чтобы нам кто-нибудь задрафтил нормально. Просто, ну для меня это выглядит все довольно просто, как мне кажется, по драфтам, как это делать. Хороший килл. Молодец. Зимил, организовал, поставил пинг, пригласил команду сюда посмотреть. Как думаешь, я могу уходить сразу туда? Да. Джинкса принимает мид. Сделать. Я стараюсь. Я стараюсь. Дрейка мы забираем. Ошибка кармы. Ошибка, на самом деле, не кармы, а ошибка позиции. Соперник не был в хорошей позиции для того, чтобы смещаться на Дрейка. У меня есть ульта. У меня есть ульта. Давайте сыграем под ним. Давай-давай-давай. Джинкс как будто байтит. Застанил. С ульты замедляй. С ульты замедляй. Добивай туда уже. Овер. Окей. У Джинкс не было флэша. И килл забирает медведь, но не страшно. Надо дождаться скидыш. Топ-топачка, топ-пачка. Я иду, я иду, я иду. Маленький камбэк. В основном сейчас проблема была то, что Джинкс себя вела так, как будто она байтит, а никого рядом с ней не было. А карма попалась, потому что они тупо не успели туда сместиться. Может быть, двоём у меня, типа, нет дпс, нет дпс. Выбирала игроков по Элла. Ну, если она выбирала игроков по Элла, тогда у меня для неё новости. Половина стримеров выше Элла, чем здесь два игрока как минимум. А мне кажется, даже три игрока или даже четыре. Половина стримеров выше. Это я даже, типа, не за себя. А если даже про меня говорить, ну, я двух игроков здесь выше по Элла. Был всегда и буду всегда. Как бы, чё, не знаю. По какому Элла она там выбирала. Так что это странно вообще. Всё нормально, всё хорошо. Там был какой-то список. Ну, не знаю, что у неё там был за список. Она флешалась на боте, да. У неё где-то 20... Сейчас скажу, 22 где-то. Но явно с этим списком какие-то были проблемы. Потому что команда по Валоранту проигрывает. Команда по Лиге Легенд. Чехам, которые ни на что вообще не претендуют, проигрывают. Да-да, там скорее всего был список, где меня нет. Телефонный справочник. Ни герои вызывают и идут на оборону, скорее всего. Там ещё 15 секунд. Ушли. Я иду туда с вами. Список Шиндлера. Они будут кетч кататься, да. Касси очень сильная сейчас. Тут пинг стоит. А, нельзя просто рапать. Тю-тюм. Не без Касси, они не рашат, если у них нет Касси. Я типа она оправдывала то, что взяла Тимласа вместо генерала. А, то есть перед ним она оправдывается. Понимаю, понимаю, ребят. Смотрите, какие у нас двойные стандарты. Ну, Касси. По Касси или что-нибудь? А что там по то, что Голд 4 лесничок у нас играет? И мы это видим с вами в игре. Это уровень, ну, Голд 4 лесника. Я весь матч слежу только за ним. Дальше, ребята, обязуюсь не смотреть от него больше игру, потому что это невозможно. Это ошибка за ошибкой. Чувак мало того, что неправильный предмет собирает, неправильно действует по карте, так еще и, ну, по мне, стрейт троллит. Просто стрейт троллит. 0,0 полезных действий. Ой, Ксинжао в танке убивает. Как так? Ммм, какая неожиданность. Да, генерал днища, да. Причем здесь днища, не днища. Суть в том, ну, почему? Если оправдывается списком, тогда что это за список такой странный? В котором Алярма на первом месте находится. В котором How to play AD на первом месте находится. Среди Адыкери. На первом месте, среди Адыкери. Он. Ребят, есть девочки-стримеры. Я не шучу, девочки-стримеры. Три девочки-стримерши. Которые играют на Адыкери, и у них Даймонд Элла на Европе. Три девочки Адыкери. Даже так, если идти. Я не говорю, сколько мужчин еще Адыкери играют и стримят. И они там чуть ли не чалики все. Их никто не рассматривает даже. Зато берем Голд Элла игрока. А потом удивляемся. Кук-тук проигрываем. Я иду. Я иду. Я сзади вас. Я иду тоже. Тинжа игра. Не коммитится. Окей. Угу. 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 Уганг фул лаву почти наполовину. Угу. Сзади кайсю. Блин. Аксинзао в танк указывается просто вырубает какую-то возможность играть по нему вообще. Да ты шо? Слушайте, если болибир, короче, тоже в танк собирается, то он тоже вырубает всякие возможности играть по нему. Ну, я вот насколько знаю, ну что, 22 минуты потребовалось. Ну, разминочная, да, против самой слабой команды чемпионата. Разминочная. Где? На мэверолы драфт, хард проевали и в игре челкнули, бывает. Что у них воля не танчит? Ну, с диваном тяжеловато танчить. На третьем МГП вроде забанят, надо было касте забанить все-таки. Я что-то думал, я что-то, я просто думал, что челик не будет в первой стадии, типа, на похуй брать. А, вот почему мы не хотели банить, да. Я думал, что челик не будет, просто на похуй брать в первой стадии. 12500 у панишера, 12500. Двух наших игроков берем, такая же цифра будет. Забавно. Можно, 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 если вы их нажимаете. АП волибиро был бы полезнее. Не, не, тут танковый либиро должен был быть. АП волибиро, конечно же, никакого делать не стоило. Но пока выглядит как полный провал. Что там у Алёхи Нинджа? Давайте посмотрим на... Вот сейчас, ребят, пока мы слушаем наших ребят, которые там будут это обсуждать, чуть-чуть посмотрим Алёху Нинджа. А, у них игра только началась. Это, я забыл, испанцы или французы? Алёха Нинджа был. Француз или испанец? Опять забыл. По-моему, испанец. Испанская команда. И вы увидите вот его телодвижение по карте. Как он следит за картой. Как он следит за всем, что происходит и так далее. Просто, ну, это жесть. Разница в леснике, когда лесник всю партию ходит. И у него как будто экран приклеен к волибиру был. Ну, Алярма, ну, так не играет. Я не знаю, чем тебя там мегатренера учат. Но твои мегатренера должны были обратить внимание в первую очередь на то, что ты должен следить за картой. Видите, что он делает? Что делает Алёха Нинджа? Он пока бежит по карте, следит за всем. Он следит за мидлейнером, следит за ботом. Сейчас перемещается сюда, потому что понял, что бот пошел на рекол. И я понимаю его мысли тогда. Что делает Алёха Нинджа? Почему он здесь? Почему он там? Мы не рассматриваем даже механику и предметы. Хотя это тоже было категорически плохое. Плохо отыграно. Мы конкретно вот это вот смотрим. Сейчас, скорее всего, он пойдет на рекол или в свой красный лед. Не, он сейчас на рекол. У него просто, я смотрю, есть предметы. И он следит за этим. Он себя даже не показывает, ребят. Мы даже не знаем, на ком он играет сейчас. На секундочку. А теперь вспомните, сколько раз экран передвинул хотя бы в сторону наш лесник. Там уровень реально гол в четыре. Ну, пока что лесника. И это крайне грустно, крайне печально. Это лесник, которого я, не дай бог, не хотел бы в своей команде иметь. Этот лесник, это тот лесник, которого любой бы захотел иметь в своей команде. Давай думать на следующую игру, это правильно. Давай, какой план? Начерчено, написано. То есть, это было по плану, видимо, сыграно, первая игра. Как думаете, если я зайду к Демилу на стрим и спрошу, а первую игру вы играли по плану? Знак вопроса. Это будет считаться токсичностью или нет? Не очень. Не выиграли, да? Не выиграли, да. Это вот так работает. У них все игры, типа, они как-то шейки, но они всегда выиграют. Обычно. Какая эла у наших ребят? Ну, максималка или средняя? Я люблю по-среднему оценивать, а не по-максималке. Средняя эла у нас получается мастер, топ-лейнер, золото, лесник. Мидлейнер, теперь я уже знаю, это мастер плюс. Адекерри, золото, и как раз грандмайстер является саппорт. То есть, по сути, у нас два слабых звена, это Адекерри и лесник. Но еще есть слабые звенья, без обид, Симлас, если ты слушаешь. Тоже слабое звено из-за того, что играет мало чемпионов. То есть, пул чемпионов крайне маленький. Мы и рассчитывали даже у нас в программке, что эти ребята сильные. Чехи сильные? Я, может, что-то не в курсе, каких чехи там позвали. Чехи никогда не были сильными на твитч-равелсах? Нормально. Ну, первые три игры, да, у нас прям... У нас первые три игры, правда, сложные, тяжелые, но ничего. Ничего. Он уже обиделся, когда просто никнейм его произнесли. Может быть. Жру я и говорю нормально-нормально. Нормально-нормально. Матя, нормально? Нормально-нормально. Гена был бы сильнее на топе. И у Гена другой пул чемпионов, и с этим лесником это бы ничего не дало все равно. Под Гену нужно, чтобы плеймейкер был лесник. То есть, наверное, здесь-то выбор правильный был. Если не было вообще, конечно. Если из двух выбирать игроков, я бы, наверное, тоже выбрал Тимласа, если из двух. Но что-то мне подсказывает, что можно было не из двух выбирать игроков, а гораздо большее количество. Ну, там типа... Там Карма плюс Джинкса, который нас аутренджит. А это вам изначально нужно просто выходить типа на вейфы и... Вот что-то шекали, шекали, береги. Да, мы типа хотели левел три, чтобы они не знали, что у Либеридов на бот. Вот и все, мы чем планировали. Ребят, нам еще от Прио надо отыгрывать. Либо я два краба теряю и очень бехайнд играю. У них, Прио, у них, грубо говоря, Vision на все реки. Я должен одного краба по-любому забрать. Ну, желательно, конечно. Если у нас не будет 100%... Ну, тогда делай маршрут так, чтобы забирать краба. Я не могу, ребят, у меня сейчас горение начнется. Почему ему профессиональный тренер, а это без сарказма, то есть действительно тренер, савиор, профессионал своего дела, не объяснил, как забирать краба. Как провести маршрут, чтобы забрать краба. В чем проблема человека? Мы так взяли на боте, пикнули что-то комфортное в Кассиапею, типа... Азира, того же самого, который с Кельц, ты бы откидывал, типа, его конкурс. О! К Синзао. Если что, вдруг это надо было уже инк, это у нас, наверное, играть. У нас, типа, на изреале есть рейндж, у тебя есть рейндж. Типа, если что, я могу закетчить. Ну, то есть, было бы, наверное... Беда была просто в том, что... Дрэйка решит сейчас Алёха Нинджа делать просто, да. Почему ты мне можешь что-то подсказывать? Потому что любая моя подсказка воспринимается в штыки. Любая моя подсказка воспринимается в штыки. Когда я конкретно говорю, что нужно делать, они обижаются. Да, им проще сказать, что я токсик, и всё. Вместо того, чтобы подумать головой хоть раз. И подумать, а могло ли вообще сработать Эз с Джином и Валибиром комбинация? И Камилой на топе. Могло ли такое сработать? А стоило ли Камиле играть Игнать с Телепортом, когда уже пикнут в Уконг с Синжао? У меня кондёрно вернулся, нахуй. Им проще обижаться, чем пытаться выигрывать. Это всегда было так. Блин, Алёха Нинджа, конечно, классно играет. Вау, красавчик. Ещё флеш снял. Мы вроде как и проиграли, а я вкусно поел. А они нет, пошли нахуй. Пойду воды налю, ребят. Поел говна, это да, я заметил. Ладно, извините, это была грубая шутка. Это была грубая грубость с моей стороны. Просто иногда резок, я не резок, я говорю правду матку. Как оно есть. Такие пики делать нельзя. Если у вас был план на игру такой, то его срочно надо менять. Даже сейчас. За счёт Джарвана ульты победили. Лёха Нинджа всё равно поймал эту штуку. Как думаете, сможет сейчас сделать на флеша? Не, не, не пойдёт. Просто Геральтку будет забирать. Так, я отойду тоже, ребят. Алёху вам оставлю с переговорами. Отойду. Запись первой игры будет уже тогда. Хватит этого. Спасибо. Спасибо.